всем привет ребята добро пожаловать на канал в эфире с вами хотабыч эта рубрика бесплатные обзоры сегодня у нас в программе относительно новый самолет топовый советский истребитель недавнего обновления и 185 в данном случае у нас находится модификация m82 это по значение названия мотора m82 мы потом более подробно чуть дальше поговорим об этих всех модификациях но для начала давайте посмотрим кто управляет этим самолетом егор петров это пилот истребитель 2 класса он у меня прокачан только лишь на три звезды ну ребята простите уж как есть вооружил я его ппш 41 это было по дефолту дал я ему противопехотную мину флягу взрыв пакет и аптечку по способностям но на три звездочки на три звездочки ну вот что есть что есть на вот эти значения внимания не обращайте потому что с повышением уровня эти значения будут меняться ну соответственно и перки тоже будут прибавляться но вот на данный момент у меня вот такое вот расставлено и сам самолет я его разукрасил декальками и эти декальки они немножко зашли в кабину можно отсюда видеть как они разукрасили приборную панель смотрите приборочка разукрашена немножко вот советский истребитель моноплан да николай николаевича поликарпова под руководством был создан какие же тут у нас есть вообще вооружение если это так можно назвать две бомбы фугасные авиабомбы по 250 килограмм в общей сложности 500 это хорошее подспорье да это 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 хорошее подспорье для уничтожения танков тигр потому что 5 боевой рейтинг потому что тигры да и три швака 20 миллиметровые с общим боезапасом 561 позвольте я сравню этот самолет с пред топовым ла-7 в виде табличек а также еще произведу сравнение на кстати забегу забегая вперед скажу что ла-7 тоже прокачан на три звезды и мессершмитты которые тоже будут с ним сравниваться тоже прокачаны на три звездочки ну то есть никак абсолютно никак поэтому давайте приступим ну вот пожалуйста сравнение и 185 с ла-7 и что мы же видим а мы видим что ла-7 быстрее летает быстрее поднимается ну набирает высоту и быстрее делает разворот но зато вооружение немножко скромнее чем у и 185 ну вот например смотрите всего лишь 200 килограмм фабов и три точнее два швака 20 миллиметровых на общий боезапас 340 а в то время как у топового советского истребителя аж три швака на 561 выстрел и бомбовая нагрузка 500 килограмм так мессершмитт и 1 мессершмитт у нас будет 14 густав обычный не премиальный смотрите они отличаются по вооружению у него густава очень внушительный боезапас всяких различных пушек но зато нету никакого подвесного вооружения хотя с таким вооружением как нему на хрен не нужны максимальная скорость густава превышает поликарпово зато остальные показатели плюс минус одинаково это максимальная скороподъемность которая составляет тоже 25 метров в секунду но чуть-чуть лучше время полного оборота хотя хотя особой роли это не играет но я думаю 14 густав все-таки может перестрелять причем конкретно перестрелять поликарпово 185 так следующий у нас будет кирфюрст ну вот он появляется к 4 этот кирфюрст который тоже прокачан на 3 звездочки 30 миллиметровая пушка и 13 метровый пулемет мг-131 которых два экземпляра на 600 выстрелов в общей сложности 665 30-миллиметровая пушка это очень серьезный аргумент очень серьезный пускай нету подвесного вооружения по типу каких-нибудь там авиационных бомб но 65 выстрелов 30-миллировой пушки просто аннигилирует пехоту неплохо я так же как и 250 килограммовые фабы у поликарпово других параметрах кирфюрст к 4 превосходит и 185 по максимальной скорости по максимальной скороподъемности и лучшее время полного оборота 741 километров в час против 650 это максимальная скорость круфюрст лучше набирает высоту 27 с половиной метров в секунду против 25 а также разворачивается он более маневренный 17 секунд против 18 ребята спасибо что посмотрели эти таблички а теперь переходим историческая часть самолет и и 185 был наверное все таки лучшим советским истребителем по простоте в управлении скорости маневру вооружению и живучести посетив в октябре тридцать девятого года германию и ознакомившись с последними достижениями немецкой авиапромышленности советский конструктор николай николаевич поликарпов задумал создать истребитель имеющая мощное вооружение высокую скорость и скороподъемность на всем диапазоне высот хорошую маневренность устойчивость и управляемость этот замысел удалось воплотить за счет повышенной удельной нагрузки на крыло мощных перспективных двигателей удачных аэродинамических форм и использование металлического крыла с хорошо выдержанными параметрами профиля и 185 был спроектирован за полтора месяца с 25 января по 10 марта 40-го года помимо образца для статических испытаний была спланирована постройка четырех летных экземпляров под различные двигатели но поставки необходимых двигателей затягивались по различным причинам или с 16 февраля 41 года семимесячным опозданием поступил первый мотор м 71 который был установлен на третий экземпляр самолета поступившим 15 марта еще один м 71 оснастили второй экземпляр 8 апреля 41 года состоялся первый полет и и 185 с двигателем м 71 который закончился вынужденной посадкой на аэродроме из-за неисправности двигателя постройка самолета с двигателем м 82 а завершилась 19 июля 41 года в последующем месяце он совершил первый полет в сентябре начались полеты в летно испытательном институте где в то время уже проходил испытание истребитель с двигателем м 71 развивавший скорость 620 километров в час в октябре 41 года связи с эвакуацией о кб николая николаевича поликарпева в новосибирск работы над истребителем были прерваны несмотря на труднейшие условия специалистам в короткие сроки удалось восстановить производство и уже 10 февраля 42 года на совместные заводские и государственные испытания были предъявлены и 185 с двигателями м 71 и 82 а в декабре 42 года по январь сорок третьего года проходили фронтовые испытания истребителя на калининском фронте 728 гвардейском истребительном авиаполку который дислоцировался на аэродроме в старице впоследствии самолет часто менял место дислокации то перелетая на аэродром в старую торопу то возвращаясь назад летали парами ведущими как правило были офицеры а ведомыми сержанты истребители поднимали воздух когда воздушные бои велись над нашей территории модификации моторов которые могли устанавливаться в поликарпов 185 и первый вариант с двухрядным мотором точнее как м 90 это первый вариант с двухрядным 18 цилиндровым двигателем м 90 воздушного охлаждения но поскольку мотор не прошел стендовые испытания было принято решение испытывать истребитель с другими двигателями ну вот например как м 71 это второй вариант с двигателем представлявшим собой сдвоенный м 62 м 81 эта модель построенная в ожидании серийных двигателей м 90 и м 71 такая переходная модель абы что абы что бы было ну и наконец-то мотор м 82 ну в данном случае модификации а один из прототипов и с серийным двигателем проходил войсковые испытания самолет и и 185 имеется ввиду по возвращении с фронта летчики составляли подробный отчет о проведенных испытаниях которые были в общем положительными самолет испытание успешно прошел и был рекомендован к серийному производству но во время от дополнительных испытаний на дальность которые проводились 5 апреля 43 года в полете заклинил двигатель в результате погиб летчик видимо эта трагедия стала для истребителя роковой по официальной версии и 185 с мотором м 71 не строился серийно из-за отсутствия серийного производства двигателя м 71 и завода для выпуска этого истребителя так или иначе но ни одна из модификаций и 185 в серию запущена не было за создание этого самолета имеется а имеется ввиду и 185 м 71 николай николаевич поликарпову присвоена сталинская премия первой степени ну что ж теперь давайте перейдем геймплейному процессу ну так вот я в самолете и 185 ну вот эти красные декальки обзор здесь на пятерочку на пятерочку обзора приборная панель прекрасно давайте от штурмимся попробуем от штурмиться да шо ж тебе так колбасит родной неплохо залетела неплохо да там отлично прям очень хорошо вон он вон он вижу да действительно вот и все буквально одна очередь там 2 патрона и в ангар и в ангар а вот теперь от штурмлюсь а лявные фраги летят так пускай дальше летят и кир макс ушел в ангар отлично офигенно получится у меня да другой бой но карта такая же только немножко расположены точки по другому в принципе то же самое все вроде бы где-то я слышал я вроде должен быть воздух если он конечно не разбился как завещали отцы основатели разбейся нахуй на самолете если вылетел но я утрирую я утрирую ребят ну он он все одна очередь внутри максимум опа опа куда ты делал вот вижу тебя вижу 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 я надеюсь ты же один да утечка блеха муха какая еще утечка браза утечка масло течет у меня надо успеть бомбы сбросить пока движок не заклинил есть там чего не знаю есть есть нету да неплохо есть с пробитым то радиатором ну и какой же можно подвести итог по этому новому самолету который является топовым истребителем советской ветки прокачки вы знаете я скажу чисто свое субъективное мнение ну не то чтобы не понравился или там понравился но какой-то самолет немножко все-таки посредственный почему потому что мне кажется он управляется как те самые американские самолеты ну например б-40 е например но вот не очень не сильно нравится в маневренности как он себя ведет как будто бы как вот немножко бревно что ли хотя надо отдать должное что самолет имеет мощное вооружение три пушки швак по 20 миллиметров и кстати неплохое количество боезапаса позволяет распиливать за удачный бой до двух-трех самолетов причем распиливает он их просто на ура очень быстро бомбовая нагрузка 500 килограмм если вы умеете заниматься бомбометанием лучше чем я у вас будут лучшие результаты естественно конечно ну а так конечно фабы хороший аргумент просто замечательный и отличный обзор из самолета прекрасный на 4 на 5 вот ну вот маневренность конечно немножко подкачала что ж ребята буду с вами прощаться с вами была рубрика бесплатные обзоры хотабыч я хочу сказать что в описании будут очень много интересных всяких ссылочек проходим переходим а также ставим лайки подписываемся на канал пишите комментарии пишите свое мнение я это все читаю всего хорошего вам до свидания